Кроме словоблудия, ничего не было. Правда, за этим словоблудием есть какая-то тайна, которая не раскрывается. Вообще-то говоря, за словами Кудрина никакого смысла не содержится, ничего он такого перспективного не сказал. Медведев выразил такую мысль, что надо опасаться затяжной стагнации в экономике. Это значит, правительство будет сидеть сложа руки, абсолютно ничего не делать, все будет катиться по нисходящей, потому что никаких мер они не принимают. Надо откровенно сказать, что майские указы президента не выполнены, антикризисные программы выполнены на 15%, и новые антикризисные программы даже не намечены. Вот как при бюджете мы слушали Набиулину, Улюкаева тогда еще, и как они сказали, что необходимо замедление экономики и снижение жизненного уровня. Вот это лейтмотивом прошло по всему Гайдаровскому форуму, что надо снижать экономику, что надо снижать жизненный уровень населения. И Кудрин, когда делал свой доклад, он подтвердил одни из аспектов вот этой доктрины, что надо увеличивать экспорт, потому что нет внутреннего потребления, и надо увеличивать пенсионный возраст. То есть они собираются экономику пустить опять на работу на западный мир, но не на внутренние благосостояния страны. Из этого можно сделать вывод, что никаких перспектив для улучшения жизненного уровня внутри страны у нас не предвидится. Потому что дальше идут и другие меры. В частности, инфляцию они собираются оставлять на уровне 4%, а это немалая инфляция. 4%. Это значит рост цен будет происходить, а вот роста зарплаты, пенсий не будет. Раз они опасаются сами, что потребительского спроса не будет, значит они его будут тормозить, значит не будет повышения доходов населения. Ну и из этого можно сделать один только вывод, что как они наметили понижение жизненного уровня, так он и будет происходить. Как они предусмотрели снижение экономики, так это и будет происходить только по той причине, что они собираются даже налог изменить. Вот НДПИ, они первоначально хотели повысить на 5% якобы для строительства дорог. Ну что у нас теперь для каждой деятельности свой налог будет, для того, чтобы ее обеспечивать? Нет, для того, чтобы ободрать нефтегазовый комплекс на 5% для того, чтобы повысить доходы в бюджете. Теперь они говорят, давайте мы НДПИ уберем и сделаем налог на дополнительный доход, на добавленный доход. Что это за налог? Это тот же самый НДС, это будет второй НДС, только первый налог на добавленную стоимость, а второй на добавленный доход. Что такое добавленный доход? Это прибыль, то есть это будет второй налог на прибыль. Вообще-то говоря, в мировой практике такого не существует, но почему они заменили НДПИ, допустим, налог на добычу полезных ископаемых, и собираются вводить налог на добавленный доход? Потому что налог на добычу, он берется с одних предприятий, а налог на добавленный доход, он будет браться со всех предприятий, участвующих в нефтегазовом комплексе. То есть бензозаправка у нас, допустим, она не добывает углеводородное сырье, и она не платила налог на НДПИ, а теперь будет платить налог на добавленный доход, потому что она относится к нефтегазовому комплексу. В результате они собираются повысить доходность. Сейчас еще нет расчетов, у них только появилась идея, они готовят законопроект для внесения в Госдуму. Это все приведет к повышению цен, потому что нефтяники и газовики никогда за счет собственной прибыли не будут снижать свою собственную доходность. Они обязательно повысят цены на углеводородное сырье внутри страны, бензин станет недоступным, газ тоже. То есть это опять второй этап понижения доходов населения уже за счет расходной части. С одной стороны они давят и уменьшают доходы населения, а с другой стороны увеличивают расходы населения. В результате платежеспособный спрос будет снижаться, экономика будет падать. И то, что Кудрин говорит, что необходимо увеличивать экспорт, чего экспорт? У нас кроме как нефтегазовых ресурсов больше ничего нет. Зайдите в промтоварный магазин, мы в этом промтоварном магазине не увидим нашей отечественной продукции. Ни маек, ни трусов, ни рубашек, ни штанов, мы ничего не шьем, мы ничего не делаем. Мы, коммунисты, говорим, что надо развивать реальный сектор экономики и за счет его прибыли возмещать упущенные доходы от нефтегазового сектора. Так не хотят они заниматься этим делом. Они как занимались спекуляциями, так и занимаются этими спекуляциями. Ну а результат такой. Нам уже премьер-министр сказал, что в стране уготована долгосрочная стагнация в экономике. Вот это и есть результат Гайдаровского форума. Спасибо им, надо сказать, или ввести уголовные преследования за такую политику, ну это решать уже нашим телезрителям и нашим читателям.